«Почему у римлян не было вице-диктатора или врио Цезаря, который выбрал на себя командование армией? Халатность или умысел?» Ну, как вице-диктаторы, они с одним-то не знали, что делать. Сейчас бы их было два диктатора, весь смысл в том, что это один диктатор вместо двух консулов, человек, который один принимает важные решения, целиком принимая на себя ответственность за эти решения, соответственно, у тебя временно кончается демократия, и наступает вертикаль власти жёсткая, которая гораздо, как известно из всей мировой истории, лучше в смысле быстрой передачи каких-то экстренных приказов. Т.е. вот у вас есть жёсткая субординация, вы все ходите под одним человеком, и это всё по пирамидке уходит к нему вверх в виде обратной связи. Т.е. оно, конечно, в определённые моменты гораздо хуже, чем демократия, но когда экстренные случаи, только так вообще и можно выжить. Соответственно, если будет вице-диктатор, так у вас только что были два консула, зачем это всё? В детстве, помню, любил книжки про индейцев, некоего автора по фамилии Шуиц. Да. Там чётко обозначалось, что у индейцев есть вождь для мирного времени и военный вождь, это разные люди, которые заняты разным, этот, так сказать, как завхоз управляет хозяйством. У германса так же было. Так у всех, наверное, да, а этот управляет войной. Так.